Доброго дня! С вами канал Процветок. Я травница, провизор Ольга Спиридонова. И сегодня я вам расскажу о непривычной пользе привычных растений. Смотрите, какой в этом году погода хорошая. У нас уродился богатый укроп. Кажется, что может быть проще укропа? Мы его куда кладем? В борщ, засушенные, в какие-то мясные, овощные блюда. Это такая привычная обыденная приправа, которая даже не представляется чем-то целебным, волшебным. А на самом деле укроп – вещь очень интересная. Она применялась еще и в древности нашими предками. В первую очередь для лечения. Если мамы молоденькие вспомнят, они могут сказать, что укропная водичка помогает животикам малышей. За счет чего? Оказывается, укроп у нас очень богат на витамины, на микроэлементы и содержит эфирное масло. И вот это эфирное масло и является нашим помощником. Причем полезнее всего укроп именно свеженький, когда вы можете сорвать его и съесть. Или использовать в салатик. Когда мы укроп сушим, тем более, когда он, не дай бог, желтеет, он теряет более половины своих полезных качеств. Это надо иметь в виду. Микроэлементы остаются, а вот витамины разрушаются. И в большинстве своем эфирное масло тоже в нем теряется. Итак, в чем же польза нашего любимого укропа? Тогда мы купили семена в интернет-магазине про цветок, посеяли. Он сходит буквально через 2-3 недельки. Наступает теплое время. Теплое время – это почти всегда отеки. Так вот, укроп – это сильнейшее щадящее мочегонное средство. Оказывается, он может убрать отеки, убрать лишний, что называется, жидкость, лишний вес, при этом щадя сердце. Обычно мочегонные растения, мочегонные препараты чем вредны? Они выводят калий из организма, а калий – это питание сердца. Так вот, укроп сердечником можно для снятия отеков. Он будет отгонять вам отеки, при этом поддерживая, бережно ухаживая за нашим сердцем. Почему? Оказывается, при всем, при своем пищевом значении, укроп в качестве лекарственного средства оказывает очень мощное спазмолитическое действие на сосуды, в том числе сосуды сердца. И за счет этого укроп снижает давление. Смотрите, спазмолитическое действие, мочегонное действие – рай для гипертоники. То есть укроп у нас очень хорошо помогает именно вот в этом плане. Что еще делает укроп? Укроп очень мощно стимулирует желудочно-кишечный тракт, работу желез пищеварительных желудочных. Почему наши предки добавляли его в борщ, как приправу к мясу? Когда мы едим тяжелую пищу, хотим мы этого или не хотим, в организме могут где-то токсины откладываться, где-то отеки за счет тяжелой белковой и соленой пищи. А укроп помогает все это нам шлифовать. И вот эта красивая ароматная тарелочка борща с ложечкой сметанки и веточкой укропа – на самом деле целебнейшее средство, а не просто вкусная классическая славянская еда. Это надо иметь в виду. Итак, укроп – мочегонное средство, стимулирует желудочно-кишечный тракт, помогает переваривать шлаки, снимает давление, спазмолитическое средство. Что еще может укроп? Как я уже говорила, у маленьких деток укроп помогает убрать больной животик. За счет чего? За счет того, что эфирные масла укропа – именно семян укропа, не зелени, в которой больше витаминов, а семян, в котором больше эфирного масла. Снимают спазмы и помогают убрать метеоризм, так называемое вспучивание. Вот это надо иметь в виду, причем не только деткам, но и взрослым. Очень часто, когда девушки, женщины к летнему сезону хотят похудеть, садятся на жесткую диету, только салаты или только какая-то сухомятка, и вроде оно и худеется, а живот постоянно вспучивается, постоянно газы. Это говорит о себе обострение доши ватты, такой аюровидический термин. У нас в кишечнике скапливается ветер от сырой и холодной пищи, не прогретой, термически не обработанной, не протушенной. И вот этот ветер, эту вату нам помогает убрать укроп. Каким образом? Лучше всего, конечно, его делать из семян, вот эту водичку укропную. Для деток делают, конечно, для грудных по одной технологии. Как это сделать взрослым? Если мы хотим максимально быстро это сделать, мы берем чайную ложечку семян укропа, на стакан теплой или горячей воды и взбиваем на блендере. Сразу же у нас эфирные масла напрямую переходят в раствор, мы процеживаем и тут же его выпиваем. Можно выпивать по третьей стаканчика 2-3 раза в день, лучше натощак, но при этом надо иметь в виду, что газы будут выходить, может оказываться какой-то послабляющий эффект. Поэтому первый раз, когда мы еще не знаем, как наш организм подружится с этим чудо-средством, лучше это сделать дома в доступе санузла. Тем не менее, если по чуть-чуть, по столовой ложечке, по 2-3, мы великолепным образом вспучивание снимем и после какого-то тяжелого застолья, и после диеты, и после неудачно съеденного какого-то нового блюда. То есть уже мы четвертое свойство укропа нашли. Оно убирает метеоризм и оказывает ветроугонный эффект. Укроп помогает улучшить зрение. Оказывается, в укропе содержится лютеин. В зелени укропа, вот в этой темно-зеленой части, содержится лютеин, который улучшает зрение. Плюс за счет того, что укроп оказывает антиспастический эффект на сосуды, в том числе и на сосуды глаз, улучшается кровоснабжение глаза. Улучшается кровоснабжение глаза, улучшается питание и зрение улучшается. Разумеется, один укроп зрение вам не поднимет. Желательно его совмещать с чем? С зарядкой для глаз, желательно совмещать с какими-то оберегающими техниками, то есть не сидеть с утра до вечера в гаджетах, в телефонах. Питаться правильно. А что для глаза? Какое правильное питание? То, что содержит витамин А. Летом для этого раздолье. Зеленая салатная какая-то трава, семена для которой вполне можно купить во всех магазинах про цветок, и в интернет-магазине, и офлайн. Желтые фрукты и ягоды, например, абрикосы, облепиха, черника, сейчас вот самый сезон черники идет, морковка. Это все помогает нам поднять зрение, а доставить все эти витамины, которые мы в организм загрузили желтыми или зелеными овощами и фруктами, помогает укроп, расширяя сосуды глаз и улучшая таким образом его кровоснабжение. Видите, уже пятое такое свойство хорошее. Что мы можем еще об укропе сказать? Очень хорошо помогает укроп желудочникам. Когда у нас, не дай бог, конечно, гастрит, желудок болит, какие-то спазмы, можно сказать, жить не хочется. У любого гастритчика должна быть золотая триада. Мята, ромашка, укроп. В равных частях эти травы смешиваются, где-то спрятаны они у нас в хорошо закрытой, притертой крышечкой баночке, коробочке. И если, не дай бог, схватил желудок, болит, режет, где-то что-то не того поели, берем, завариваем и моментальным образом это все пьем. Если же у нас нет язвы, а только гастрит или что-то не то съели, можно заранее смолоть небольшое количество этих трав в порошочек. Этот порошочек иметь с собой в небольшой баночке. И вот буквально там четверть чайной ложечки посыпать на язык, рассосать вместе со слюной. И эффект практически моментальный. Через 10-15 минут боли в желудке проходят. Смотрите, сколько всего интересного и про самый обычный наш укроп. И зрение мы улучшили, и давление сняли, и вес лишний, лишнюю жидкость убрали, отеки отогнали, особенно если нам хочется куда-то вот идти на праздник, а может быть там и под глазами мешочки, да. Из укропа вместе с петрушкой вполне можно сделать великолепные косметические примочки. В равных частях берем укропчик и петрушечку, завариваем, спонжики смачиваем, и чуть тепленькие спонжики накладываем на глаза. 5-10 минуточек лежим, снимаем и удивляемся. Наши глазки помолодели, мешочки из-под них ушли. То есть и тут укроп тоже достаточно неплохо помогает. Что с ним делать, как его заготавливать? Зелень мы чаще всего сушим, но, как я уже сказала, витамины в большинстве своем разрушаются в каком-то количестве. Семена, ну понятно, семена собрали, высушили и храним. Очень хорошо укроп можно заготовить, перетерев, например, с солью и закрыв в серильные небольшие баночки и поставить в холодильник. Зимой достаете и, о, здорово, у вас вот есть готовая такая заправочка в суп, в какие-то тушеные овощи, в тушеное мясо. Можно сделать еще такую волшебную штуку. Взять укроп, прям вот хорошую зеленую массу, да, вот этих вот пушистых веточек, много-много. Скрутить на блендере, добавить немножечко по вкусу чеснока, оливкового масла и лимонного сока. И всю эту массу заморозить кубиками в морозилке. Заморозили в формочке, через сутки-двое вытряхнули в пакетик и заморозили следующую партию. Зимой достали такой кубик, бросили в борщок или бросили в какое-то там второе блюдо. И у вас, практически не потерявшись своих свойств, ароматный укроп спешит на помощь вашему здоровью. Так же, как спешим к вам с новыми знаниями о растениях, мы, YouTube-канал «Про цветок» и «Фитошкола Дивея». И я, Ольга Спиридонова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!